Добрый вечер. Сегодня у меня в гостях Александр Иванович Хлопнов, доцент Бауманки МВТУ имени товарища Баумана, человек уникальной судьбы, потрясающей биографии, немножко историк, в том числе практикующий, журналист, фотокорреспондент и фотохудожник, спортсмен, в свое время занимавшийся конкуром и достигший высот в этом мероприятии, коллекционер радиоприемников, автомобильных, ламповых, удивительных, уникальных. У Александра Ивановича несколько автомобилей. Он в автомобильной теме очень сильно свой, у него много любопытных работ по этому поводу, в принципе, научных трудов у Александра Ивановича много, но у него многое и связано с автомобилем, в том числе и книги. Есть одна удивительная особенность биографии Александра Ивановича. Вот где нормальные люди хранят свои автомобили? Они обычно, уж если их хранят, то хранят в гаражах. Александр Иванович свой собственный автомобиль, один из нескольких своих автомобилей, самый любимый, хранит в Политехническом музее. Александр Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Александр Иванович, у вас фантастическая биография и у вас потрясающий автомобиль. Сильно подозреваю, что этот автомобиль сыграл немалую роль в вашей биографии, дав определенное направление, ну, какой-то части ваших интересов. Ну, я бы не сказал, что это уж такая большая и сверхособенная биография у меня. То есть я обычный советский... Ну, просто доцент Бауманки. Да и вот куда проще-то, вот этих профессоров, преподавателей из Бауманки. Да, каждый второй, конечно. Да, дело не только в этом. Дело в том, что принципиально, как бы, папа любил технику и хотел ездить на машине. То есть он купил машину, но у него был мотоцикл. Значит, машина была куплена, поставлена для ремонта, но ремонтировать не могли. И мы ездили на мотоцикле. Вот назовите, так, чтобы люди сориентировались по времени. Потому что, учитывая, что вы часть истории нашей страны, не все просто представляют, о каком периоде идет речь. Папа купил машину в сороковом году. В 1940 году папа Иван Хлопнов пошел и подумал, а не купить ли мне себе машину? Решил купить. При том, что в СССР было нельзя иметь машину новую. А папа купил подержанную машину. Нет, всегда можно было иметь и новую, но только если тебе разрешили ее купить. Или тебе подарил товарищ Сталин. Да, то есть на таком уровне. То есть, например, вот в нашем клубе был Олег Ростиславович Нестеров. Следопытов автомотостарины. Да, в клубе Олег Ростиславович Нестеров. У него была машина, которую получил его дед. То есть, вот М-ка. То есть, до этого у деда была машина ГАЗ-А, которая потом была заменена на М-ку. То есть, вот были люди, у которых можно сказать, что автомобиль был в одних руках. Притом говорили мы в советский период, что машина на всю жизнь, а тут машина на целых три жизни. Получилось так. Александр Иванович, раскройте тайну. Ваша-то в политехе какая машина стоит? Ну, стоит автомобиль Пежо, который называется ББ. Значит, когда я там занимался некоторыми поисками, то выяснилось, что эта машина стоила в 2014 году 1900 рублей. То есть, есть такая книжка в библиотеке МВТУ инженера Кузнецова «Какой купить автомобиль». И вот в этой книге для ряда машин, это самая дешевая машина была для фирмы Пежо, но стоила 1900 рублей. Значит, это считать 1900 рублей серебром. Это дорого. Ну, недешево, конечно. Ну, некоторые люди, например, Цесаревич могли себе позволить и сказать «Пап, машину». И ему тоже, например, похоже. Я думаю, что не Цесаревич сказал, а папа решил, что Цесаревичу нужно иметь машину. Причем, папа ведь он дозревал как автомобилист очень медленно. Там несколько специальных людей вокруг него ходили и объясняли, что имеет смысл все-таки императору потихонечку пересаживаться уже на что-то более современное. Вот он и сам освоил, и сына к этому справа делал. Ну, я хочу сказать, что руководителями русского автомобильного общества были люди царской семьи. Ну, они были руководителями всего в этой стране. Ну, неважно. И это у обществов тоже. Что правильно. Конечно. Обязательно. Иначе невозможно. И вот когда были всякие дебаты относительно того, откуда машина Peugeot, которая у меня и прочее, значит, вот на тот период, когда мы начали ей активно заниматься, это период 60-х годов. По существу нам невозможно было найти хорошие материалы про эту машину. У вас год выпуска вашей машины? Ну, у меня официально техпаспорт на эту машину, в котором указан год выпуска до 14-го. Где-то до 1914-го. Да. Давайте в таком случае уточним. А уж не сто ли лет этой машине? Ну, мы надеемся, что будет и такая дата. До 14-го года, то есть она 13-го, через 14-го. Значит, ей либо вот-вот... С 11-го по 14-й. Выпускались эти машины, значит, вот с 11-го по 14-й. В будущем году уж точно стольник. Да, при всех случаях должен быть. То есть Александр Иванович имеет машину, которую хранит в политехе, которой 100 лет. Ну, то есть я говорю так, что попробуйте иметь теплый, отапливаемый, охраняемый гараж, и к тому же бесплатно. И в центре Москвы. Ну, и сейчас чуть-чуть от центра отъедет, на Арагорский вал 9, но все равно это в центре Москвы. Александр Иванович, вы блистательно устраиваете биографию своих любимых. Ну, надо же заботиться о них. Удалось. Итак, вашей машине, ну, как минимум, 99 лет. Папа ее купил в 40-м году, чтобы ездить за картошкой. Нет, извините меня, за картошкой можно было на чем угодно ездить. На трамвае. И ездили на трамвае, это все во время войны было, и привозили картошку на трамвае. Как раз, когда там говорят о чем, я могу сказать, что папа работал вот в период войны в министерстве, в одном из министерств. Он был специалистом по производству тары, жестяно-баночной, то есть консервов. И министерство им, сотрудникам давали огороды, где они могли вырастить картошку и что угодно. И вот один из огородов был где-то в районе Коломенского, и там был трамвай. Дальняя Подмосковья. Ну, ближняя Подмосковья. А трамвай выполнял функцию практически электрички. И на трамвае, а мы жили в районе метро Новокузнецка, и вот на трамвае привозилась картошка, и была сделана тележка на шарикоподшипниках, чтобы можно было мешки довезти до дома. Ох, грохочущая была тележка, но, в принципе, так вся страна делала. Ну, так все было тогда. Итого, папа купил машину в 40-м году. Он ее купил в каком состоянии? Она была на ходу? Нет, не на ходу. Ее поставили в сарай. То есть он раньше жил на Перовском проезде, у них был собственный дом. И вот в этом доме был сарай. То есть в предместиях Москвы в коттедже папа жил? Извините меня, это вообще-то как бы окраина, но это район Рогорского кладбища, Старобрядческая улица. Это, в общем-то, было далеко, но это была Москва. Коттедж в Москве, гараж рядом с Красной площадью, блистательно. Вот они, простые преподаватели Бауманки. Ну, если говорить, то у другого деда был дом на Большой Якиманке. Ну, я надеюсь, его раскулачили? Его раскулачили. Ну, а как иначе? Такие вещи нельзя прощать. Ну, он был, вообще-то говоря, купцом первой гильдии. Это непростительно. Ну, что сделаешь, такая жизнь. Плохой анамнез. Странно, что вас допустили до нашей оборонки, до нашей науки. Нет, ну, вначале допустили мою маму, которая была сотрудником ЦАГи. Ну, мама, в конце концов, не в ответе за ваших персональных родственников, она вашу семью. Но за своего отца даже. Это ее отец был? Да. Купец первой гильдии? Да. Ее в ЦАГи пустили? Да. Советская власть как-то проспала врага. Ну, ее даже защищали, когда там местные жители пытались что-то сделать. Сказали нашего сотрудника, просим спрощить, какие требования к нашему сотруднику. После этого жалоб на нее не было. А ее раскулачивать пришли? Ее раскулачивать пришли. Да. Вернемся к более праздничному, к автомобилю, потому что биография ваших родственников, она так же чудовищна, как биография нашей страны. Ну, зато мои родственники живые. Да, дай бог. Вот, о чем речь. Значит, я могу сказать, что у папы купил машину, хотел делать, но в тот период времени, во-первых, появилась моя сестра в 40-м году. Второе, папа писал там книгу-справочник по консервной промышленности, и у него не было времени заниматься машиной. И ее поставили, оставили. Ну, война есть война, было не до нее. Значит, потом, когда кончилась война, у папы был мотоцикл такой, достаточно редкой марки, Гандерсон. Это машина 29-го или 30-го года, четырехцилиндровый американский мотоцикл с коляской. И вот на нем мы ездили первый период времени, то есть тогда можно было, как кто-то из нас на багажнике, а мама с ребенком в коляске, так переезжали. Потом мы подросли и вот решили, что вот машину надо бы восстановить и ездить. Все-таки она есть, надо бы ее сделать. Да, но, к сожалению, она все-таки двухместная, и когда мы попробовали начать делать ее, это оказалось достаточно сложно, то есть материалов не было. Ну, я могу сказать просто, популярно, значит, двигатель, четырехцилиндровый двигатель с настоящими чагудными поршнями, которых в то время, в наше время, уже днем с огнем нигде не найдешь. Ну, вообще, для своего времени, кстати, мало кто об этом знает, но машина вот того периода, то есть 1911-го модельного года, Peugeot BB, она опережала мировой автопром где-нибудь, наверное, на целый виток эволюции. Конструктором этой машины был Эторе Бугатти, и он, создав подобный автомобиль, решил, что, пожалуй, отдаст его Peugeot, потому что для его-то фирмы не очень круто, столь интересный, но маленький автомобиль. И автомобиль был сделан, то есть 11-й год, когда очень многие машины были похожи на телегу. Мы прервемся на новости, вернемся к конструкции и к разговору. На фоне затаенного дыхания нашей аудитории мы с Александром Ивановичем Хлопновым продолжаем разговор о его удивительном автомобиле Peugeot BB, которому в будущем году, ну уж по-всякому, исполнится 100 лет. Александр Иванович, так по поводу конструкции, ведь для своего 11-го года модельного это был автомобиль фантастический. Ну, я могу сказать следующее, что, во-первых, машина официально имеет мощность 10 лошадиных сил, что много для того периода, объема 856 кубических сантиметров. Значит, имела скорость, когда писалось в этих самых справочниках, 65 километров в час с поднятым верхом. То есть это открытая машина, вот если поднимается тент, даже с таким поднятым тентом она могла развивать такую скорость. Многовато, на самом деле, для такого... Дальше, особо я могу сказать, что в каком-то журнале, к сожалению, там, потом я его не увидел, было сказано, что в каких-то гонках участвовали автомобили Peugeot, заняли, правда, там какие-то места призовые, первый, второй, третий в этом диапазоне, показав среднюю скорость по трассе 70 километров в час. Если она средняя, я могу себе представить максимальную. Да. То есть вот, что эта машина демонстрировала. Значит, что оригинального, или, вернее, передового в конструкции этой машины? Прежде всего, это автомобиль, который имел все органы управления, характерные и для большой машины. То есть маленькая легкая машина, но у нее была коробка скоростей, был тормоз, сцепление, ну, газ обязательно, и все органы управления были расположены внутри кузова. Что по тем временам было очень передовое. Было редко к тому времени. Дальше, особенность, вот, если представить, машина не имела то, что мы называем кардана. То есть система... При том, что привод задний, а двигатель спереди. Да, кардана не было. Особенность состояла в том, что, во-первых, сцепление было настоящее, коническое, обтянутое верблюжьей кожей. В качестве фрикциона использовалась кожа. Да, то есть настоящее. И дальше было четырехгранное отверстие, в которое вставлялась часть от карданного вала или от вала, идущего к коробке скоростей. Вал отбора мощности. Нет, передача. Ну да, передача. Это не отбор, передача. И вот в этом отверстии этот конец или небольшой вал, отрезок, качался. И по существу не было никаких подшипников. А дальше все было вместе. Коробка скоростей соединялась с единой трубой, с задним мостом. То есть, по существу, задний мост поднимался и ходил вместе с коробкой скоростей. Нетрадиционное решение. Чуть позже, лет через 70. Это иногда в спортивных машинах. Нет, ну вот это было. Дальше. Что касается тормозов. Значит, передние колеса без тормозов. На задних два тормоза. Имеется в виду ножной и ручной. Причем ножной тормоз составлял такая жесткая лента, которая распиралась кулачком внутри. Потрясающе. А наружный вал гибкий – это ручной тормоз. То есть, вот на задних колесах были тормоза. То есть, там специфичные. Ну, можно говорить, лучше, хуже. Там, конечно, машины того периода, вообще-то говоря, обеспечивали пробег между капитальными ремонтами около 5000 километров. Так что, по нынешним временам, это месяца не хватит поездить. Но это было, тем не менее, прорывом в конструировании автомобиля. Потому что предыдущее поколение обеспечивало запас безаварийного и безремонтного хода не больше 500 километров. 5000 – это был истинный Бугатти. И еще специфика, какая этой машины, чего нет, как бы у других. Бензобак был не впереди, а сзади за сиденьем и стоял наверху. И дальше трубопровод шел к карбюратору. Карбюратор был, собственно говоря, со сводящим потоком. Значит, бензин шел сверху вниз. Противоходом. Да. Так что, если вы будете подниматься в крутую горку, то вы не въедете. Развернитесь задом. А сзади передача у нее есть? Есть. Тоже было не очень распространено в тот момент? Нет, все нормальные. Три передачи вперед и одна назад. Причем еще порядок расположения педалей отличался. В том смысле, на разных местах были педали сцепления и газа. На разных это на каких? Ну, имеется в виду, в обычных автомобилях как расположена педаль сцепления, педаль тормоза, потом газа. Здесь педаль газа была посередине. А справа кто? Справа тормоз, слева сцепление. Причем сцепление, педаль была прямо, имеется в виду, на оси, идет рычаг и давит на конусы, выжимную часть конуса. То есть прямо тут же, без всяких передач. Без затей. Без затей. То есть сколько в тебе силы есть, столько ты и переключаешь. Ну, впрочем, как и с тормозами, поскольку тоже усилителя не было. Не было, это четко. Но что хорошо, по рулю не нужен был усилитель при такой массе автомобиля. Ну, это, конечно, это все так. И еще одна особенность. У них был бак для масла, расположен за торпедой или там под капотом. И дальше стояло устройство, которое называется лубрикатор, то есть распределитель. И капало масло капельницы, оно шло в поддон машины. Причем особенность была такой рычажочек, переключающий подачу масла. По идее, он имел еще возможность, когда вы закрывали подачу масла, он должен был коротить зажигание. Да, кстати, а как система зажигания выглядела у этого автомобиля? Элементарно просто. Мы как-то о нем так в прошедшем времени, а на самом деле, вот он, пожалуйста, живой, стоит. Он, кстати, заводится и ездит. Элементарно просто. Стоит магнета четырехискровая. И все, никаких проблем. Мало кто знает, как эта штука работает. Как элементарно просто. То есть идет разговор о том, что есть генератор переменного тока. Он содержит якорь, на котором намотана обмотка. И вращается в магните. Но он индуцирует переменный ток, когда вращается. Это обычный генератор переменного тока. Но дальше на эту вращающую систему намотана вторая обмотка, которая является повышающей. Поэтому, когда происходит разрыв контактов, индуцируется сигнал в одной обмотке. И потом повышается во второй, который идет на свечи. А свечи, в нашем понимании, те самые свечи, которые, собственно, традиционные, за сто лет не сильно изменились. Нет, они даже особо не поменялись. Причем они с посадочной резьбой 18 миллиметров. Что близко и понятно сердцу многих автомобилистов. Тех, кто ездили на замечательных машинах Победах. Да, да, да. Москвича старых. А что еще электрического в машине было? Ничего не было. Многие современные люди привыкли к тому, что есть такая штука под названием стартер. И они очень слабо себе представляют, как заводился автомобиль 1911 модельного года. Понимаете, в тот период времени, вообще, насколько я себе помню, стартеров вообще не было ни у кого. Значит, дело в том, что заводили только ручкой. Так как, ну вот, строго говоря, эта механика или особенность двигателя состоит в том, что двигатель должен иметь число оборотов около одной десятой или чуть-чуть, немножко поменьше от максимального. И тогда он может работать на холостых. Ну и завести к холостым оборотам. Знаешь, если машина имела максимальное число оборотов 2000, значит, ее устойчивые и холостые были 200. А это уже то, что можно рукой покрутить. Это, в принципе, даже можно глазом увидеть, если знать, куда смотреть. Да. То есть, вот такая особенность. Так было и у других машин. То есть, имели малую степень сжатия, малые числа оборотов, и машину можно было заводить рукой. Она только на бензине работала или еще на чем-нибудь горючем? Нет, ну, идет разговор, что залить и прочее можно сделать. Но машина была рассчитана для бензина. Степень сжатия ее, как мне кажется, была около 4-4,5. Это не очень много, но... Это не очень много абсолютно с позиций любой эпохи. То есть, такая вещь. Причем, как бы, особенность была так называемая Т-образная головка. То есть, у нее с одной стороны были всасывающие клапана, с другой стороны выхлопные. По отношению. И отливка была единая, несъемная головка была. То есть, это отливалось все. И, собственно говоря, чтобы добраться, в корпусе и снизу сверлились большие отверстия, вставлялись своего рода пробки, и туда же вставлялись потом клапана или заглушки. Потом машина имеет такие адские устройства, как краники для заливки бензина. Значит, мы все знаем, особенно там мотоциклисты, что для того, чтобы завести холодную машину, мы берем, утапливаем поплавок, переливаем и потом крутим ногой. И он заводится. Здесь делалось несколько иначе. Здесь заливался бензин краник, у краник чашечка. Вот три таких краника, в них заливают бензинчик, открывают краник, из чашечек попадают в цилиндр, закрывают, а потом крутят ручку, заводят в машину. Александр Иванович, сколько нужно времени на старт этой конструкции? Вот вы подошли к машине и... Ну, понимаете, в чем дело. Это были по большим праздникам, вообще-то говоря. И тем не менее. Ну, в общем, довольно-таки быстро, минуты две-три. То есть, через три минуты уже можно спокойно ехать на этом автомобиле? Ездить ее еще погреть нужно. Сколько она греется? Ну, летом. Летом это недолго. Но причем особенность в том, что она не имела ни вентилятора охлаждения, имела только помпу внутри. Но, тем не менее, нормальный современный радиатор. В нашем понимании тоже неизменившийся. Абсолютно нормальный радиатор. И чем больше скорость, тем лучше обдув. Ну, разумеется, это все ясно, что там. Ну, имеется в виду, при всех случаях есть расчеты, нет расчетов. Есть опыт. И наверняка, прежде чем начать продавать машину, конструкторы проверили, что она может ехать. То есть, во все времена товар перед тем, как дать клиенту, проходил испытание и сертификацию. А эта машина, которая шла в дикую Россию, она тем более была проверена, выверена и отверена. Ну, вы понимаете. И дальше я хочу сказать, вот там регулярно появлялись некоторые сообщения, откуда автомобиль Peugeot. Так вот, с помощью такого корреспондента, или, вернее, историка-журналиста, как Ивана Баранцева, я получил кучку фотографий автомобиля Цесаревича. Поскольку Peugeot BB в нашей стране было, как минимум, два. Один Цесаревича, второй ваш. Да. И вот на этой фотографии машины отличаются основной деталью или там частью. Это лобовым стеклом. Значит, у моей машины стекло лобовое жестко крепится и не может поворачиваться. У автомобиля Цесаревича оно может поворачиваться. Ну, мало кто себе представляет, что в те времена стекла можно было, что называется, положить, с тем, чтобы тебе прямо в лицо свежий ветер в грудь. Ну, понимаете, это можно было сделать и на Виллисе. Да. Перерыв на новости. Вернемся. Продолжаем разговор. В гостях у меня Александр Иванович Хлопнов, тот самый человек, который свою машину хранит не в гараже, а посреди Москвы в Политехническом музее. Благо, машине этой все-таки 99 лет минимум, Peugeot BB. Александр Иванович, так по поводу конструкции этого фантастического автомобиля. Значит, ну, что я могу добавить? Вот, ну, я сказал основные элементы конструкции, значит, света электрического тогда толком не было. Основным фонарем был карбидный фонарь. Их ставили. Значит, больше, меньше, но это было дополнительное оборудование. Какую опцию вы хотите в своей машине? Я хочу карбидный фонарь. Да. Их было там, сколько могло быть, и два, и четыре, и больше. Не было сигнала. То есть сигнал был такой, как бы, рожок. Может быть, называют охотничь или еще, ну, крушит. Нормальный абсолютно. А как иначе? Нормальная голая механика. Подъехал, крякнулся и разбежались. Нет, ну, ездить на мотоциклах была классическая вещь под названием клаксон механический. Значит, дело в том, что наряду с автомобилем Peugeot с помощью ПАПы мне досталось от его друга, такого Александра Гусио, мотоцикл Сан-Бим. Боевая машина времен Первой мировой войны. То есть, род машина наших самокатчиков. Причем, так, некоторые знающие люди говорили, что даже товарищ Сталин знал, что такое Сан-Бим. То есть, мотоцикл, который использовался в частях. И вот один из моих коллег, это Юрий Срамба из Риги, говорил, что вообще-то, говоря, нам бы стоило подобрать коллекцию мотоциклов русской царской армии. Но, к сожалению, пока не удалось, и мы стали в разных странах. Ну, неважно. Так вот, на мотоциклах, не на машинах, характерным был такой сигнал клаксон. То есть, он содержал рейку, которая там через серию зубчаток касалась выступа на мембране. И вот ты сверху нажимаешь, и раздается рычащий звук. Бешеный рычащий звук. Правда, низкий, но хороший рычащий. Вот это было как бы атрибутика мотоцикла. Беременные женщины были недовольны. Недовольны были извозчики. Потому что любимое хобби велосипедистов было поставить такой сигнал, ехать сзади и сигналить, чтобы дали дорогу. Открасться тихо и наслаждаться эффектом. А дальше эффект был следующий. Когда извозчик увидел, что велосипедист, то ему надо было скрываться, потому что тут же его отставал хлыст. Да, бичом, конечно. Так что тут обоюдоострая вещь была. Обратите внимание, Александр Иванович, вы только что напомнили людям о том, что такое клаксон. Многие не знают, что клаксон это механическая дуделка. Некоторые считают, что любая фигня с грушей, это и есть клаксон. Нет, понимаете, в чем дело. На клаксоне была бирка, на которой была надпись клаксон. Но славу она себе завевала, конечно, вот этими механической рычалкой. Да, а на вашем Пежо? Была груша. Простая проверенная? И то позже поставлено. Позже, это дополнительно, она не сохранилась. И дальше еще одна особенность, что вот очень передовая вещь была, что сделал конструктор Бугатти, он сделал очень маленькие колеса. У Пежо колеса были 550 на 65. Так назывались они. Это значит 550 наружный диаметр, 65 ширина покрышки. В миллиметрах? В миллиметрах. Ну, имеется в виду бортовые покрышки. Очень близко к мотоциклу. Меньше, чем мотоцикл, меньше. И вот, а нам она досталась уже, когда поставили колеса 26 на 3,25 от мотоцикла типа L300. Ну, правильно, что было, то и поставили. Да. Поэтому потом мне пришлось переделывать и поставить колеса от мотоцикла Ковровца. Обода. А колеса, ну, то есть эти. А вообще-то, говоря, мне не удалось тогда поставить. Но надо было бы ставить резину 16 дюймов на 2,5 или чуть-чуть поменьше. Не 3,25, а поменьше. Ну, правильно. Ученькие. Ну, вот это вот. Значит, вот эти некоторые нюансы. Причем машина не имела глушителя. И принципиально звук у нее вполне нормальный и негромкий. Ну, малая степень сжатия, и длины трубы хватает, чтобы погасить. Ну, тем более, это объясняет, почему у нее не было никакого звукового сигналу. И так все понятно. Машина едет. Да все-таки не лошадь. Ну, дальше я могу сказать, что, в общем, первое такое экспромт или первое представление машины прошло, когда провели парад в 66-м году. Глав МОЗ Автотранс решил организовать парад автомототехники. Большой праздник. И была колонна старинных машин, на которые приехали гости даже из Риги и еще что. И вот мы проехали по всей Москве. И вот я могу честно сказать вам, что я до сих пор не забуду момента, когда я ехал по улицам Москвы, полным людей, которые смотрели это все. Массовые мероприятия. То есть, вот представляете себе, что вот ты едешь по улицам Москвы, все улицы заполнены, то есть Садовое кольцо. Возь коридор людей. Через коридор людей, чтобы посмотреть эти машины. Ну, да, Ютуба тогда еще не было. Многого не было. И как, кстати, ехалось? Ведь вы должны были держать какую-то скорость, но если не потока... Ну, мне не повезло, в каком плане, что нам. Вот в районе собирались мы на смотровой площадке МГУ. И вот когда ехали обратно, у нас заклинило мотор в районе, там, под мостом около Калужской площади. И потом меня взяли на прицеп. И меня, короче говоря, провезли по прицепу по Садовому кольцу и в Лужнике. Там разобрались, удалось запустить машину. И потом из Лужников я уже своим ходом вернулся на Климентовский переулок. Это такой очень подозрительный диагноз. Заклинило мотор так, что вы потом еще немножечко потрепыхались, потрепыхались, завелись и поехали дальше. Ну, идет разговор. Потом выяснилось, что заклинило вал помпы. Но когда остыло... Появился зазор, стал ли легко и непринужден? Ну, в общем, поехал. Удивительная техника того времени. Ну, я могу сказать, что касается Самбима, там очень жестоко заклинилось у меня как-то. Особенность, вот, я сказал, что капельница в Пижа у Самбима был насос. Специально бак делился на как минимум два отсека. Один для масла, один для бензина. И вот сухой картер, поэтому стоял насос, вы подкачиваете масло, и он попадает в емкость и капает вниз капельницы. Я что-то проворонил, и у меня подклинило. Но так как двигатель был с чугунными поршнями, то заклинило коленвал, а не поршни. Если были чугунные, то заклинило бы чугунные поршни сначала. Да, и что после этого опять остыло и поехало? Нет, там пришло, до дома я его ехал, вот, развилка Варшавского и Шоссе, и Каширского шоссе. Вот с того места до дома на Клементовском переулке, там, где сейчас выход станции метро Третьяковская, я катил мотоцикл вручную. Я бы уже там мемориальную табличку поставил. Здесь катили мотоцикл. Ну нет, это уникальный мотоцикл. Там, если помните, в свое время была мозаика спецназовца Владимира Ильича Ленина. У нас же Ленин был в двух ипостасях. Сначала маленький мухомор, такой исторически достоверный, это где-то, наверное, 40-е, 50-е годы. А чем ближе к юбилею, у нас Ленина начали делать таким плечистым спецназовцем. Вот в этом месте на развилке как раз стояла циклопическая конструкция, где плечистый Шварценеггер с лицом Ленина был. Потом все это снесли, а историческое место осталось. Туда можно поставить табличку, что вот здесь было такое приключение. Я эту скульптуру как-то не помню. Это было мозаичное панно. Ну, может быть. Его, к счастью, было не очень видно, потому что иначе бы этот район по абортам точно вышел бы в лидеры. Возможно это. Ну, вот я говорю, вот так, что вот есть некоторые особенности, что вот на недостаток масла эти машины реагировали, клинило коленвал, а не... Потому что чугунный поршень, он более стойкий к отсутствию масла, чем алюминиевый. Тем более, если водитель не справлялся с функцией масляного насоса, начинались серьезные неизбежные трудности. Нужна была квалификация. Это тот самый случай, когда шофер с двумя F был посовместительствующим инженером. Ну, по крайней мере, механиком квалифицированным, иначе нельзя. Да, квалификация механика тогда была тоже очень высокой. Механик это не извозчик, это не водитель кобыла. Я хочу сказать, что вот как бы у нас там в клубе есть одно из таких выражений, что вот если автомобиль Rolls-Royce управляется шофером, не прошедшим курсы, то гарантия ограничивается. А если управляется владельцем, гарантия вообще снимается. Ну, с Rolls-Royce это нечасто бывает, когда владелец за рулем. Ну, я говорю, вот там так это идет. Ну, дальше, если вернемся к этой вещи, я могу сказать, что вот после этого парада прошел менее крупный парад в 67-м году. Потом как бы кончилось. Значит, а потом уже только в 76-м году возобновил клуб Самс. Эти парады, проезды. То есть, если вначале это было на ВДНХ, потом на стадионах, и вот коллектив этот, и плюс активное участие, я хочу сказать, двух выдающихся историков и знатоков автомобилей. Это Валерия Николаевича Беляева и Льва Михайловича Шугурова позволило нам восстановить машину. Значит, потом с помощью мы написали на ферму Peugeot, нам оттуда прислали фотографии и даже какие-то синьки машин того времени. Перевожу на русские современные чертежи. Ну, синьки имеются схемы. Ну, просто мало кто знает смысл этого слова. Да, и вот я хочу сказать, что мы выяснили, что, к счастью, у нас удалось достаточно четко сохранить машину по сравнению с теми рисунками, которые нам пришли. Хотя не надо забывать, что машина пережила две мировых войны и гражданскую. И при этом она была деревянной, ее почему-то даже на дрова не пустили. Ну, каркас деревянный он не весь. Там каркас деревянный. Вытаскивать из железа деревяшки это слишком мало. И потом там был сарай, где всего было больше, чем достаточно. Но все равно, я считаю, там минимально 10 или 15 лет машина стояла в сарае без крыши. Это вот в тот период войны после войны? Да. То есть Вторая мировая война? Да. То есть уже период владения вашим папой? Да. И то есть вот можно считать, что если с 40-го года, то уже 73 года машина в одной семье, что нечасто встречается в нашей стране. Чрезвычайно редко. Еще одна семья, которая владела подобной машиной, она была расстреляна вся целиком. Ну, раньше. Да, несколько раньше. Так что там такого времени не хватило. А ведь вашу машину довольно долго сопровождала вот эта вот легенда, то, что это машина Цесаревича. И по сей пор она иногда всплывает в этом вот амплуа, хотя вы исторически опровергали это и при помощи Баранцева, и до того тоже. Я хочу сказать, в этом плане я как бы столкнулся, и вот, во-первых, там некоторые недостаточно квалифицированные журналисты в этом плане, я имею в виду, что они совсем аккуратно занимающей историей этим занимаются. Есть еще некоторые гнусные журналисты, например, такой Новиков, замечательный автор журнала «Автопилот». Журнал-то еще жив? Я не знаю, жив он не жив, но самое главное, что даже когда и им суд написал, что они наврали и заставил доплатить штраф, они и то не хотят этого признавать. Они считают себя пупами земли и вправе поливать всех грязью, потому что мы такие хорошие. Московские журналисты, большие не уважая корыто, в 1911 году написал один из маститых московских журналистов. Влас Михайлович Дорошевич. Ну, я могу еще насчет неуполнения некоторых обязанностей упомянуть и дорогих журналистов, не только журналистов, но и телевизионщиков. Ну, они, кстати, тоже журналисты. Ну, вот, так что, понимаете, есть разные вещи. То есть легенды рождаются и не всегда хорошие. Да, ну, то есть не всегда там человек держит, то есть по существу такой. Ну, это, я говорю, сейчас как бы вот вспомнить. Ну, а дальше идет разговор, что любая там техника требует гаража, требует времени, но не всегда удается этому уделять много времени. Ну, вариант хранения автомобиля посреди Москвы тоже неплохой. И отопление паровое, и крыша не течет. Вернемся к этому через несколько новостей. Если у кого-то все-таки родился вопрос к Александру Ивановичу, телефон в студии 6510996, мы продолжаем разговор. Рассказ об удивительном автомобиле устами удивительного человека. Peugeot BB, ну, где-то так, наверное, столетней давности. Ну, наряду там с машиной, я хочу сказать, вот прошла большая кучка парадов, организованные клубом «Самс», руководителем которого был Лев Михайлович Шугуров. Потом некоторый период времени я был его заместителем. Ну, там, дальше активно нам помогала такая газета. Ее за доблестный труд, ее почему-то называли, друзья, за доблестный труп. Хорошие ребята, оптимисты. Такая вещь. Ну, они очень хорошие. Два автофестивали устроили. Были мы на территории, там, около стадиона ЦСКА, на около аэроморта. И разные были там. Как были старинные машины, так и другие. Ну, большие праздники. Люди приходились. Я к вам туда приходил. В толпе тех людей, которые были рядом, выпучив глаза и обливаясь сладкими слюнями, был в том числе и я. Ну, вот на этих парадах, уже начиная там с 1976 года, активными пассажирами были две моих дочери. Причем там очень весело они комментировали, сидели. То есть вот ездили мы. Я за рулем, они две рядышком, то есть помещалось. Если кто-то что-то там не так делал, то дочери показывали кулаки и кричали, отойдите. Отгоняли от любимой машинки. Да. То есть это были полные хозяева машины. Сколько лет тогда было? Ну, как. Если моя старшая дочь родилась в 81-м году, а младше в 83-м, то, соответственно, им было мало-мало-мало-мало лет. Нет, подождите. В 71-м и 73-м. Я ошибся. Это чуть больше, но ненамного. Ну, значит, первый парад, когда 76-й год, значит, старше было 5, а младше 3. Если бы мне из Peugeot BB погрозили кулачком в таком возрасте, я бы, наверное, тоже бы на всякий случай отошел бы. Да, то есть вот такие вещи. Дальше, ну, мы, когда приезжали, именно тот период, как бы я выступал, имея две транспортных единички, автомобиль Peugeot и мотоцикл Sambim. Значит, ну, чтобы сказать, что такое Sambim, я могу сказать, что это боевая машина Первой мировой войны, объемом 980 кубических сантиметров. Больше, чем у Peugeot. Да, больше, чем у Peugeot. Называлась она мощность там 8 лошадиных сил, два цилиндра, V-образных. По длине этот мотоцикл был на пол колеса длиннее Харлея и сантиметров на 7-8 выше Харлея. В холке давал, конечно, форум. То есть вот такая машина. Ну, легче, конечно, чем Харлея. Он всего, наверное, килограмм 130 весил, не больше. Ничего себе. Ну, в общем, принципиально на ней было как-то своеобразно ездить. То есть посадка была близко к Харлеевской, но чуть-чуть подальше руль. И он, конечно, имел более низкооборотистый двигатель, более тягучий. Но некоторый период времени я ездил на нем, потом я перешел на какую-то там макаку, на какой-то иш, и он в основном после этого стоял. Некоторый период времени он стоял в политехническом музее. Потом я таки расстался с ним, ну, так жизнь заставила. Но все равно это как бы... Сейчас, честно говоря, я не рвусь ехать на мотоцикле. Я уж просто понимаю. Что касается Пежо, то я могу сказать, что на одной из съемок кинофильма я проехался на Пежо по какому-то там санаторию или прочее. Вечером при открытой салоне, это, конечно, просто неотразимое, ехать в кабриолете, не спеша по... Даже несмотря на наличие трех дочерей. Я один там был, а нет. Это понятно, что дочерей вы на такие прогулки не брали. Я в кабриолете дочерей бы тоже не брал. Нет, дело вот в чем, что просто-напросто это была киносъемка, где я как бы зарабатывал деньги. Значит, ну, ясно, что на киносъемке ехали для того, чтобы заработать. Значит, и я не помню, сколько я фильмов снялся там, но могу сказать только одно, что мне удалось попасть на съемки с актером Валентином Гафтом, поэтому я лично с ним знаком, в фильме «Циркачонок». Вот там он где-то был полковником и выступал на балконе. Это на Ляльном переулке снимались, я ездил на машине. Дальше был какой-то фильм, да, еще фильм. Ну, первый фильм мой был в 62-м году, это фильм «Схватка», это про Баумна. Потом где-то ездил, папа снимался. Потом снимали фильм типа «Крепыш» с Гуриди снимал. Потом я решил, мне очень захотелось увидеть актера Леонова, и я снимался в фильме «Обыкновенное чудо». Вот эта загадочная машинка, на которой Андрей Миронов появлялся в кадре, министр по всем вопросам, это был ваш пежок. Так вот, там произошло следующее, что я уехал там что-то на работу, приехал, меня встречает такая полузаплаканная моя дочь, Женя, и говорит, папа, не давай им больше машину. Они ее мучают и вешают на нее разные некрасивости. Вот это была оценка съемки машины. Ну, она там действительно как-то очень богато инкрустирована в кадре. Ну, они там что-то повесили, я не знаю, но мотор заводить нельзя было, поэтому без меня они ее выталкивали, при мне утаскивали с помощью веревки. Ну, масса машины позволяла. А, кстати, у вас вот не было порыва там фары на нее, например, поставить? Понимаете, у нас была некоторая такая задумка с папой заменить машину, переделать, сделать ее четырехместной, что-то. Ну, а потом мы выяснили, что ничего незачем, мы решили сохранить. Тем более, что ГАИ на тот период нам написала резолюция. Ремонту не рентабельно. Это они вам где такое написали? В техпаспорте у меня такая надпись есть. Ремонт не рентабелен? Ремонту не рентабельно. Во-первых, хорошо по-русски сформулировано, а во-вторых, а их какое дело? Понимаете, в чем дело? Я могу сказать так, простят меня, у нас был такой очень хороший человек, Саша Петров, который был первый убитый руководитель банка. Был такой профсоюзный банк какой-то, и он был убит около своей двери в доме. Значит, и вот он занимался, его любимые машины были членовозы. И он там организовал что-то, и вот как-то он приехал из ГАИ, вернее, он был связан с ГАИ, и говорит, Саша, тебя, говорят, знают в ГАИ, Союза. Я говорю, почему? Говорит, а кто сказал, один дурак выдумал, а другие исправить не хотят. Это вы так охарактеризовали работу нашего ГАИ в веках. Это было со мной, когда мы пытались поставить на учет ПИШО. В каком году? Это где-нибудь, наверное, там, в году в 61-м я был студент. И я ездил в ГАИ Союза, принес письмо, и пойдем неосторожно, такое сказал какому-то из лейтенантов. Они не хотели ее на учет ставить? Не хотели. На том основании, что... Старая не подлежит, ремонту нерентабельно, устаревшие детали и прочее. Пойдем, я что-то какому-то лейтенанту сказал. Когда он стал полковник, он нас все равно запомнил. Вы с ним больше не встречались, не обсуждали этот вопрос? Кто это был? Мне передали только эти слова. Мало ли было этих лейтенантов, да. Кто-то из них до полковника дорос. Так вот, говорят, вот так вот меня знают. Поэтому, я говорю, за мной идет такой шлейф. Александр Иванович, а когда вы машину в политех поставили? В гаражик такой удивительный? Где-то, по-моему, в 82-м году по предложению Бабурина. Бабурина это кто? Начальник тогда был отдела, транспортного отдела. Политехнического музея. Политехнического музея. Это один из член-организаторов клуба Самс. И когда Женя Евгений Сергеевич Бабурина, когда он там был начальником, он предложил поставить туда Пежо. Некоторый период времени там стояла Самбим. И там ведь, в принципе, довольно большая коллекция была. И я, например, знаю, ваша машина соседствовала там с Русабалтом. Ну, она стояла рядышком там. Ну, понимаете, чем дело? Коллекция большая, но места там было очень-очень немного. Ну, они там провели, поставили, и она стояла там нормально. А вы в прошедшее время об этом почему говорите? Потому что теперь переходим в другое помещение. Ну, потому что политех закрывается на вечный капитальный ремонт, и когда его откроют в следующем веке, то часть коллекции куда-то уже переставят. А пока... Нет, ну, давайте говорить так. Я знаю только одно. То, что машины из коллекции политехнического музея хотят выставить Рогожский валдом 9. Еще не перевели? Нет, еще. Они готовятся переехать. И идет какой-то конкурс по строительству нового здания, совместное политехнический музей МГУ. Ну, да, и один из вариантов есть. Нет, оно проект, конкурс, я видел эти конкурсные вещи. На Рогожском валу Пежику будет не хуже. Я думаю, что там хорошее помещение. Ведь мог же, если там стоят лучшие машины, которые туда направлял Лужков, чем моя машина хуже. Я думаю, что ваша машина лучше. Лужков был немножечко не из той категории людей, которые тонкости понимали автомобильные. Понимаете, в чем дело? Я очень, как бы, видел. Ну, Лужкова все видели, конечно. Видел достаточно близко Черномырдина на одной из выставок. У меня есть снимки. Он со Славой Леном, с моим приятелем. Михаил Михайловичем Старцевичем. Он просил, я снял. То есть, снимал, меня ему представили. Но все равно я в некотором роде был удивлен. Или, вернее, как бы относился к этим людям, коллекционерам. Потому что все мои коллекционеры великолепно знают как свою коллекцию, так и что нужно для нее. А эти? А эти люди нет. Это новое поколение коллекционеров. Они, если не ошибаюсь, очень точно отслеживали ценник на экземпляры своей коллекции. Понимаете, в чем дело? Это не они, а их помощники. Ну, и Черномырдин, в общем, помог многим коллекционерам, косвенно сам не зная об этом. Да и Лужков тоже. Хорошо-то, что вокруг них были люди, умело направлявшие их интерес в нужное русло. Благо, оба они в этом, мягко говоря, не понимали вообще ничего. Ну, я не знаю, что как. Лично я не был с ними знаком настолько, чтобы беседовать по этому. Там то, что какие-то встречались, люди говорили. Но это все равно. Я хочу сказать, что я благодарен судьбе в том плане, что мне удалось попасть в мир коллекционеров, которые знали, что собирают, как и для чего. Не только в области автомобилей, но и радио, фотоаппаратов и прочих вещей. О чем, если люди захотят, я могу рассказать. Ну, учитывая, что радио как раз автомобильное, да еще ламповое, мы вернемся к этому разговору. Это был Клупнов Александр Иванович, владелец Peugeot BB 1913, может быть, 14 года выпуска. Александр Иванович, я надеюсь, это только первая наша встреча. Через какое-то время мы вернемся уже более детально к разговору о том, что у вас есть и что еще будет.